Всем большой привет, мои любимые зрители! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вновь поиграем в Тока Бока, и я к вам с новой подборкой секретов, багов и игровых лайфхаков. Сегодня один из самых весенних выпусков, поэтому пожалуйста поставьте пальчик вверх под видео и подпишитесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Также заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаёк, кофеёк и усаживайтесь поудобнее. Всем приятного аппетита и просмотра! Мы начнём с нового микса, обновлённый интересный микс. Загружаемся сюда и видим небольшой спойлер. Слева ролик к обновлению, друзья, ключики и коробка для переезда. Дом, милый дом! Неужели добавят новый домик в игру? Мне показалось, или он двухэтажный? Ребята, вот это новости! Делитесь в комментариях вашими впечатлениями. Я заинтригована. Нам кстати предлагают пройти опросик, выбрать кого-то крампита или девушку. Давайте выберем крампита. 41% за первый вариант и 59% за второй. Ну по-моему вот эти ключи, да нет, не по-моему, а точные, совершенно точно эти ключи есть на почте. Получается нам их что продублируют? Мне также стало интересно, домик который добавят будет с мебелью или возможно будет только домик для обустройства, как вы считаете? Обычно для мебели тоже спойлеры есть. Если это действительно двухэтажный домик, я буду переезжать. Уже давно пора переехать из особняка. Как-то наскучило там жить. Да, уж наскучило жить в особняке. Ой, я в шоке, ребят. Но это только боком. Мы можем с вами помечтать о чем угодно, почему бы и нет, друзья. Давайте спустимся ниже. Этот ролик мы уже видели, здесь собраны все эпизоды. Нам предлагают пройти опросик. Первый вариант толстовка, джинсы и кроссовки. И второй это платье. Мне нравится платье, это черное, я его часто ношу. 81% за второй вариант и 19% за первый. Танцоров надо выбрать. Давайте выберем музыкантов, которые на сцене. 70% за первый вариант и 30% за второй. Нам также показывает ролик слева. Знали ли вы, как танцевать? Ну то есть мы меняем на колоночки такие вот циферки. Фон меняем. И персонажи тоже по-разному танцуют, зажигают. Похоже мы прошли все опросики. Это я проходила в прошлом выпуске. Так что, друзья, давайте выйдем из микса. И будем сейчас загружаться в игру. У меня светится подарочек. Он прошлый, прошлопятничный. Вместе с вами его заберу сейчас. Пролистаем карту вправо. Почта, ты очень далеко находишься. Вот она. Интересно, один подарочек будет или опять два? Ну что, друзья, я пришла на почту. Забираю талончик. Номер один. И проходим. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, забрать свой подарочек? Да, давай вставу. Вот, держите. Чпоньк. Проходите. Спасибо большое. Спасибо, Крампит Почтальон, за терпение. За то, что не отвозишь мои подарочки назад. Давайте нажмем на кнопочку. И всего лишь один подарочек. Но какой подарочек? Не простой, а золотой. Да еще и с дырочками. Ребят, что же здесь? Какой-то питомец. Собака или кошка? Кошка или собака? Ваши догадки. Да вы уже сто процентов его открыли. И знаете, что здесь находится. Та-дам. Собачка. Вот такая вот милая собачка. Кстати, мне так нравится, когда мы передаем ее в руку персонажам. Он улыбается. И песик, и персонаж. Они вместе улыбаются. Даже я сейчас, друзья, улыбаюсь. Это настолько мило. Ой, мне так нравится эта собачка. Возможно, с ней переедем в новый домик. А мы будем покидать почту и переходить к лайфхакам. Первое, что я хочу показать вам, это новую аномальную зону. А может быть и не новую. Она находится в больнице на третьем этаже. По идее, акула должна падать вниз. Хотя бы на диванчик вот этот, на кровать вернее. Но она почему-то не падает. Она наоборот летает. Возможно, здесь законы гравитации не работают. И все предметы летают в воздухе. Но в принципе, летает не только акула. Горшочки тоже летают. И я не понимаю, почему так происходит. Вот такое вот странное, загадочное место в больнице находится. Кстати, еще раньше у меня вот тут вот... Ой, персонаж так еще страннее летает сюда. Залетает в кровать. Хотя раньше у меня вот сюда вот магнитились персонажи. Но теперь они сюда не магнитятся. Они просто летают в кровать. Но еще дядечка так и заходит за этот столик. Ребята, в общем, эта зона действительно аномальная. Будьте осторожны. Давайте с вами покинем больницу. И сейчас построим какой-нибудь домик, где будем проверять лайфхаки. Я предлагаю сделать бесплатный домик. Заканчиваем строительство. И загружаемся в него. В разделе с игрушками листаем самый-самый низ. И находим вот эту белочку. Друзья, мне сказали, что если на нее нажать, она вытянется и будет издавать странные звуки. Как-то пикать. Вот я сейчас нажимаю... Да, она выдвигается. Посмотрите. Я нажимаю на эту белочку и она увеличивается. Кстати, со стилусом это сделать проблематично. Вот когда я пальцем нажимаю, она с первого раза вытягивается. Какая прелесть. Посмотрите, друзья, я не знаю, звук ли есть. Если есть, то я его обязательно вставлю. Но выглядит довольно забавно. Кто играет со стилусом, как я, будет немного сложно это сделать. Поэтому если вы хотите добиться такого вот эффекта, то лучше нажимайте пальцем. Для следующего лайфхака заходим в раздел с кроватями. И находим синенькую подстилку. Вот такую вот. Которая еще снежинки выпускает. Друзья, была найдена очень крутая фишка. Помните, мы сооружали конструкцию большую, чтобы переносить лошадей? Больше это делать не нужно. Пролистаем карту влево. Загружаемся на локации с водопадом. И давайте достанем то, что мы взяли. Помните надувной матрас доллар? Когда мы совмещали с подушкой. Больше это делать не нужно. Мы можем переносить лошадей вот на этих новых матрасах. Или это не матрасы, а просто спальное место. Посмотрите, даже лошадки уснули. Они так спят мило. Мы можем, кстати, перемещать еще и ленивцев здесь. Я хочу проверить, на ферме получится перенести питомцев. Давайте выйдем из этой локации. И загрузимся в хлев. Достаем эти же матрасы. Кроватки. Нет, вот эта большая корова точно сюда не встанет. А маленькая корова отлично помещается. Друзья, посмотрите, какой крутой и годный лайфхак. Таким образом вы можете переносить кого угодно. Но кто сюда, конечно же, поместится. И больше вам не придется сооружать доллар, подушку и вот эту вот вся волокита. Выходим из хлева. И сейчас покажу вам баг. Листаем карту вправо. Загружаемся на почту. Покажу вам один баг с костюмом. Я уже показывала разные баги с костюмами. Давайте пролистаем полочки. Находим коробочку с костюмом цыпленка. В персонажах находим стилиста. И переодеваем его в этот костюмчик. Таким образом, новый костюм цыпленка багуется. И мы получаем такую вырезку фиолетовую. Посмотрите, ребят. Я не знаю, это можно тоже использовать для каких-то ваших задумочек. Правда, для каких я не знаю. Только как одежда для персонажа. Смотрите, цензура. Или нет, не цензура, а щит. Щит персонажа. Он так вот встает и держит этот щит. В общем, очень странные какие-то баги с этим стилистом происходят. Все костюмы багуются. Я даже не знаю, какой костюм не багуется. Вот может быть это платье не багуется. Но остальные почему-то отделяются. А что если мы брокколинку наденем? Нет, смотрите, еще брокколинка не багуется. Даже вот этот наряд, это что? Ребят, это что, огурец какой-то? Это похоже на какие-то зеленые усы. Вы можете пробовать и экспериментировать так с разными костюмами. Много костюмов багуется на этом стилисте. И какие ваши догадки? Из-за чего это происходит? Что же магического в этом стилисте? Давайте пролистаем полочки. Мне нужно найти голубую шкатулку. Передаем ее персонажам и покидаем почту. Небольшая парная рубрика. Листаем карту вправо. Загружаемся на вокзал. На первый этаж. Но это для нас он первый, здесь он по-моему нулевой, да, нулевой этаж. Давайте достанем персонажа со шкатулкой. И посмотрите, друзья, в этой шкатулке есть алмазик. Такой же алмазик, ну вернее не такой же, другого цвета, мы можем найти в чемоданчике. Таким образом, мы находим пару алмазиков. И если вы делаете какой-то мини-фильм или сериал, возможно вам это пригодится. Если вы хотите разыгрывать сценку с похищением алмазов драгоценных, то имейте ввиду, такие вот парные алмазы. И кстати, в одной руке красный она держит как-то по-другому. Синенький все-таки с наклоном идет. А красный прямо вот стоит, вот так вот. Тоже интересная особенность. Давайте с вами выйдем из этой локации. Пролистаем карту вправо. Загрузимся на новую локацию. Фестиваль. Здесь есть инвалидные кресла. Давайте передадим это персонажу. И будем выходить из этой локации. Теперь загружаемся в арбузное здание на третий этаж. Интересный факт заключается в следующем. Вот этот вот стульчик. Где кстати он? Почему у меня стульчик пропал? А где персонаж со стулом? Ребят, я передала персонажу стульчик, но он почему-то исчез. Так дела не делаются. У меня исчез стул. Он уже куда-то забаговался. Я еще не начала проверять баг, а стул уже исчез. Давайте с вами вернемся на фестиваль. Проверим. Так вот же, я передала этот стул. Почему его нет? Давайте тогда своему персонажу передадим. И снова вернемся в арбузное здание. Открываем вкладочку. Да, вот этот стульчик. И он багуется, друзья. И если мы поднесем этот стульчик вот сюда вот, то он в этом месте и забагуется. Теперь персонаж может на него садиться и как-то сидеть боком. Вот такой вот странный, необычный баг со стульчиком. Кстати, посмотрите, если мы персонажа будем поднимать. Ну вы видели, он руки тоже поднимал. Так, девочка моя, поднимайся вверх. Куда ты с горки так скатываешься? Мы даже не в купальнике, прям в одежде. Ура! Вот так вот мы ее подкидываем. И она машет нам всем руками. А здесь стульчик не багуется. Из горки он тоже не скатывается. Он багуется только вот у этой зеленой горки. И она может садиться боком. Такой вот необычный баг, друзья. Тоже имейте его в виду. Выходим из арбузного здания. Я хочу вам рассказать еще о кое-каких багах, которые случились со мной во время съемки сериала про Риту, Леона, Нари и меня. Когда я снимала, у меня произошел баг с повязком. На персонажа забаговалась ленточка. Посмотрите, друзья. Вы даже можете сейчас серию включить. Не только выпуск со съемок. В самом начале повязка на одну сторону. Но как только я перехожу в другую локацию, она меняет свое положение. Кстати, когда я снимала, то она у меня вовсе исчезла. Я заходила в редактор персонажа и ее доставала. И только тогда она поменяла свое положение. Еще один баг произошел с лицом Риты. Оно забаговалось, когда я использовала эмоцию с испугом. По идее, эмоция с испугом должна быть голубой, синенькой такой. Но она побелела. Думаю, это был самый багованный выпуск за всю историю этого сериала. Возвращаемся в игру и листаем карту влево. Загружаемся в морской причал. Двигаемся вправо. И спускаемся под воду. Здесь есть вот такой вот крабик. Давайте передадим персонажам. И сейчас надо отправиться в домик с бассейном. Лайфхак заключается именно здесь. Если мы сюда окунем морских жителей и нажмем на них, то они будут излучать звездочки. Тоже необычная фишка. Берите ее на заметку и используйте для своих задумочек. Разве это не прелесть, друзья? Такая милота. Выходим из домика с бассейном. Я хочу показать, как сделать годное письменное место. Для этого мы будем использовать все бесплатные предметы. Сначала задвигаем комод. Далее ищем бесплатный шкафчик. И задвигаем. Следующее, что нам нужно сделать, это повесить телевизор. Он будет выступать в роли нашего компьютера. Также в разделе с кухней мы можем найти стульчик. Поставить вот сюда вот. И наше письменное место готово. Вот такой вот уголочек у меня получился. Берите на заметку, друзья. А сейчас я расскажу об интересном факте. В разделе с кухней мы можем найти вот такие вот мороженки. И вот эти вот розовенькие мороженки. Это лапочки на палочке. Те самые лапочки на палочке из Зверополиса. Вы можете его найти на том моменте, когда Лис продавал мороженое. Если вы еще узнаете какие-нибудь факты с предметами из Токобока, то поделитесь ими в комментариях. А мы будем с вами выходить из домика. Проведу для вас туториал в творческом здании. На первом этаже. Сейчас мы займемся получением разных цветов. В последнее время мне очень нравится рисовать в Токобока. И будем использовать третий вариант кисточки. Первое, что мы делаем, это нажимаем крупно. Нажимаем сильно. Второй раз слабее. Один разочек. И берем желтую краску. Теперь, друзья, мы берем эту желтую и добавляем на второй цвет. Таким образом получаем рыжий. Снова наносим красный. Наносим красный послабее. И наносим голубой. Теперь голубой цвет надо наложить на красный. Для следующего цвета берем розовый. Надавливаем. Берем розовый послабее. И последний идет красный. Теперь розовенький накладываем на красный. И получаем нежно розовый. Вы также можете белый добавлять. Размешивать цвета. Для следующего возьмем желтый. Берем также розовый. И надавливаем сильно розовый. Далее желтенький накладываем на розовый. Получаем более персиковый. Перейдем на следующий холст. Нажимаем желтый. Светло-желтый. Светло-желтый. И зеленый. Теперь зелененький смешиваем с желтым. Для следующего берем синий. И два розовых цвета. Один слабый, второй сильно розовый. Теперь синий накладываем на розовый. Для последнего цвета будем использовать синий и зеленый. Накладываем синенький на зелененький. И получаем еще один оттеночек. Я уверена, существует намного больше цветов. Но эффект наложения мне действительно понравился. Я решила поэкспериментировать, попробовать порисовать разные композиции, техникой наслаивания оттенков друг на друга. Будем рисовать и получать промежуточные цвета. Раньше я не смешивала цвета друг с другом. Я рисовала локальными пятнами, закрашивая их каким-то одним оттенком. То есть как в детской раскраске. Вроде бы тоже интересные рисунки получались, но живописности было маловато. Когда я как-то раз рисовала розу, то наносила оттенки поверх друг на друга. По-другому бы и не получалось передать все нежность ее лепестков. И накладывая цвета, я поняла, что вот такой вот результат дает куда более богатую фактуру рисунку. Мой игровой персонаж просто вскрикнул Эврика. И сейчас, ребят, я покажу вам, как нарисовать классные весенние композиции. С эффектом наслаивания. Будем рисовать весенние цветы. Первый рисунок у меня будет на нежно-розовом фоне. Вы можете делать такие мазочки совершенно разными, ведь цветы не бывают одинаковыми. Теперь мой любимый эффект ослаивания. Используем нежный, чуть едва заметный цвет. Такая вот нежная первая картина у меня получилась. Давайте покажу вам, что можем нарисовать еще. Для второй картины я буду использовать нежный изумрудный цвет. И наложу поверх него белый. Далее начинаем рисовать лепестки и цветы. Все композицию завершаем наложением желтого цвета. Вторая весенняя картина готова. Приступим к третьей картине. Почему бы не сделать синие цветы? А лепесточки красные. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь я смогла кого-то вдохновить, вы возьмете эту идею или просто возьмете и перерисуете так же как я рисовала, тоже почему бы и нет. А видео я хочу закончить любимой рубрикой нашей мечты в Тока Бока. Знаете то, что в Аватар Ворлд есть такая функция, вернее не функция, в салоне красоты вы можете делать цветные волосы. Есть краска градиентная. Я подумала было бы очень круто, если бы в Тока Бока тоже добавили подобную краску и мы смогли бы делать персонажи. Волосы градиентом. Что думаете вы? Делитесь в комментариях, а я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира добра, позитива и много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok